Погнали, погнали. Так, окей. Саламандры против alternate attacks. Это вы уже все знаете. Мы с Анишей вообще по всем темам прошлись прямо. Да-да-да-да-да. Давайте смотреть уже по ходу дела. A short. A short давит attacks. А может быть на пленты будут выходить в итоге все вместе. Кори контролит зайчиком мид выход. Ну, очень похоже на то, что мы с вами видели, в общем-то, пистолетки и уэнпоинт. Выход через short side. А вот прокатит. Ну что ж. На Аплайн пытается выходить. У Саламандров как-то... Что-то нежная тут защита какая-то. Сзади шумит контртеррорист. Прямо вот под КТ его Крисе слышит. Он его должен был слышать. В итоге в Смок так и встал, короче говоря. Пакет поставлен. 5 на 5, я замечу, да. То есть вообще пока никто не погиб. И при этом время идет уже в пользу команды атаки. Спрыгивают в КТ. Водита падает. И все. Вот ретейк, раунды, плента А. Теперь нужно отыгрывать. Мердит в упоре. Постреляться с двумя соперниками. Да не вопрос. Крэсси страхует. Что? Пистолетка? Пистолетки тоже нет в сухую? Пистолетки тоже нет в сухую. Альтернейты. Действительно пистики здесь берут. Ну ладно. Есть тогда мне смысл рассказать про баннер, как говорится, еще раз от наших коллег по рематч. Друзья, смотрите под стримом. Баннер есть. Кликайте на него. Смотрите условия. Всяких интересных 100% бонусов и депозиту. Что и как надо делать, чтобы так было. Если интересно, опять же, интересуйтесь, переходите. А мы продолжим. Форс раунды мы продолжим от команды Саламандра. Опять же, никто не запрещает убивать оппонентов. Добрать раунды, правила игры одни для всех. То есть тут прям в этом плане все просто. У вас одно поле, пожалуйста, играйте как бы, как умеете играть, хоть 16-0 закрывайте оппоненты. Но для Саламандров проблема в том, что им реально сложно, походу, что-то надастье. То позиции местами страдают, написти как это было видно. То есть человек находится в позиции, где ему уже неудобно, и он почему-то об этом не знает, что ему должно быть неудобно. То есть это не натренировано. Если бы не натренировано было, он такой, а, подождите, это плохая позиция, мне ее просто надо сменить, потому что я здесь просто погибну или не выйду, мне просто неудобно, какой смысл вообще здесь находиться сейчас. А они стоят им нормально, типа, они такие, ну, хорошо, комфортно. Вот такая история у Саламандров везде. Никто не погиб, кстати, пока и лирику здесь затирал. 45 секунд, ну, чуть больше, чем 45 секунд, есть у альтернает атак, для того, чтобы проатаковать, а плент, видимо, опять. Аарон, на прочеке длины, попытка попасть по яме, пока в молоко. Ну, в остальном попробуют как-то это дело реализовать. Тут подкидка смоков и полная ротация от защиты на приемке рамп. Именно сатар на паскрунку, бомба падает, времени 25 секунд нужно торопиться, а кажется мне, тратузничество до добра не доводит. Да, 15 секунд игрок все еще в ловер-миде, панику альтерней, 10 секунд, и они проиграют форс-байо. Казалось бы, в такой ситуации хуже уже быть не может, но может. Я... Я даже не знаю, как это назвать. Это интересно, человек с бомбой первый выходит, бомба далеко отлетает. То есть вы не можете ни перетянуться уже, ни что-то сделать, ни пойти всем скопом. Вам приходится под бомбой играть. В итоге вы отлетаете. Окей. Я еще раз повторюсь, ламандры вполне могут на этом работать. Да. Повторюсь, да, правила для всех одни. Пускай им дико сложно вообще, просто гигантски тяжело. Но вот сейчас справились, например, контрфрус-раунд, конечно же, от альтернейт-атакс. Игры их заставляют закупаться буквально, у них нету выбора вообще. И зато на калаш на скребли. И даже на скаутку на скребли. Кресси на прочеке. На прочеке, как раз таки в ловре. И посматривает за мидом, в частности. Что касательно ребят из Саламандр. По закупу есть один фармган, есть тройка кольтов, и, в общем-то, калаш для бодито. Кресси готовит закидку смоука. Прилетает это в рейн-шорта. Ну, а теперь минута времени, и, соответственно, подсадочки. Подсадочки с раскидкой, спрыг в КТ под шумо. Кресси, скорее всего, будет не за чеком. Вот позиция тоже была весьма очевидна. И, кстати, он неплохо справляется. Откидывая флэш на фиксации. Заход в шорт. И попадание от Стефана вместе с Лаксом туда забирает мертвитаса выхода. В общем-то, в ми-едене так же от Ара на пост-Лаксу теряются. Да, так сам. Что-то тяжело здесь. Стефан последний остается за гитрайтом. Он находится, будет погибать. Его здесь все будут прессовать. И второй раунд для команды Саламандра. Довольно интересный даст нас ждет, друзья, судя по всему. То есть, в целом, то местами очень странное безумие, которое вы видите, скорее всего, будет... Еще раз повторюсь, да, когда карта повторялась, и у тех, и у тех. И, скорее всего, такие раунды вы будете видеть еще, еще, еще. И будете сходить с ума, орать и как бы биться об стену разными местами своего туловища, так сказать. Вот. Так что, смотрим дальше. Нет денег пока у команды Альтерната Акс, при этом они все равно решили не то, чтобы на все деньги, но какой-то даже ниже, чем 2кбай закупиться с пистолетами. Это интересное решение, вообще-то. Так, минута 30. По факту. Как для 2кбай, очень даже интересно складывается экономику Альтернатов. ФТП, смотри, 800 у Скрунка, остальные что-то за 1000. Если бы они проиграют 3 подряд, денег на ЗАКу будет довольно впритык. Сплит на Б, причем очень и очень неслаженный в плане того, что у нас всего единица в Мидуе, это 6, что и номер. Принцесс Крунка, прогорели в Молике, в итоге Альтернаты, и погорели, в принципе, с раундом. А все почему? Потому что сплит на Б так не делается. И они об этом прекрасно знали, но, видимо, договориться не удалось. 3 в 1, Мирбит последний. Мирбит. Пытается Мирбит справиться. Под флешку. Собственно, его забирают. Торзи это делает. Третий раунд для Венгров. Пока, вообще-то, довольно приятно для Венгров. По фрагстату даже приятно. 2, 3, 4 фрага разных ребят. 0, 2 у Слакса. Слакса не получается. Мирбит 1, 3. Мирбит и частично не получается. Штефан там немножко стреляет. 3 на 2. Крэйси немножко стреляет. 4 на 3. Ну и так далее. Торзи на ранних таймингах Слакса находит. Слушай, интересный даст какой-то прям. Абсолютно ничего интересного, потому что дно пробито еще больше оказывается. Окей. Допустим, ладно. 3 человека остается у команды Альтерната Такс. В итоге. Это снайперы, 2 калашиста. И втроем против живых всех пятерых будет тяжело, конечно. 3 человека на А, 2 человека на Б у команды защиты. В итоге атакующие пытаются понять, куда конкретно выходить. Есть потенциальный выход на мидл, с которого можно, возможно, потом пойти под Б. Может быть, это и готовится. Но если вы пойдете под Б, Т-шечку было бы прикольно занимать заранее. То есть не всем через мидл выходить. А кого-то в Т-шку послать. Но они этого не делают. Арон начинает поджимать этот самый мидл и будет забирать скорее всего... Да-да-да, кого-нибудь забирать. Все, минус, осколка есть в размене Аарона, но времени 50 секунд. Базу придется чекать очень скользко. Да, это как пойдет. И 4-1 уже по 1 попадает. Альтернейты это просто чудовищно не актуально по экономике еще и складываться для Альтернейты. Посмотри, что у них с деньгами. Денег нет. Бомба не ставится. Бай до 2000 снова придется оформлять. Но если вы будете делать сплит на Б в таком же ключе, то вам, опять же, ничего хорошего не светит. А тем более, что счет уже 4-1. Да, пока пистолеты не дефолтные. Это правда для Альтернейта такс. Кто бы мог подумать, черт возьми. Венгрии здесь 4 раунда берут. Это, конечно... Не, ну вот поэтому интересно, опять же. На мой личный взгляд, по крайней мере. Это в безумном смысле интересно. Не в обычном, но... Почему бы и нет? Два человека около меда Б. То есть вообще вышли за пределы Б плант А. И агрессивничают защитники из команды Саламандр. Два человека за пределом плант А. У Саламандров агрессивничают под А плантом. То есть агрессивничают там, агрессивничают сям. На этом можно сыграть, если позиции будут понимаемы командой Альтернейта такс. Которые пока медлят и, в принципе, уже одного человека, скорее всего, отпускают. Вот это Арон получается здесь. Так, выход в лонг. Посмотрели по сторонам. Хрущать пошел. Минус по смаку дали. Арм размен один, один, два, три. Четвертого будет или нет, пока непонятно. Но, вероятно, должен быть. Приходит в шар тайму оппонент. Гвоздями по спине накидывает. Ииии... Кори, кори, кори. Понятно. Драгон. Так же отстреливают. 5-1. Но с тремя потерями против Акка. Два битых осталось у команды Саламандра, один живой. И выжили втроем. А втроем все-таки просто я опять начал. Да, 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 да. Там типа 5 хп, что-то 4 хп, кори и бодито. Кулев был живой. То есть, сохранив трех человек, это прямо очень приятно для КТ-стороны. Ну, потому что баи-то богатые и дорогие, опять же. Отпускается полностью синей командой защиты. Это означает, что синей яму уже забирают атакующие на ранних таймингах. То есть, моментально в первые 8 секунд прям. Надо посмотреть, что они конкретно с этой позиции будут делать. То есть, занять одно, дальше пройти. Это вообще другая история совсем. Тоже посматривают за шартом. Паркидываются смока. Ну и, соответственно, пошла у нас контрраскидка от атаки. Альтернейты готовят полный-полный фуллайн-выпад. Но, опять же, для защиты это все равно. Потому что в близких позициях, клоус-дистанции, никого нет. Что-то где-то на оффс-по тактам. На Гендальфе Аронда и предварительные откидки молотовых позволяет. Крумка просто сжигает. Вообще не вести никакой позиции. Поварный отстрел. Вот правильный молик на Гендальфа. Вот он был только что. И если человек на Гендальфе просто умирает... Правда, Тор сделает свой рефраг. Гусь погиб. 4 в 4. Точнее, человек, который хотел стать гусем, погиб. Потому что не добежал до гуся, собственно, как раз. На проходе его забрали. Время стремительно летит в пользу команды Альтернейты Атакс. Очень сильно медлится Ламандра. И может в каких-то ситуациях даже не хватит частично времени. Очень-очень-очень все медленно. Буквально секунд 10, наверное, там 12 оставалось. Но смотри, они типа пытаются, и в итоге все тикай-тикай. Да, реально времени нет. Они заняты просто. Они заняты перестрелками. И эти перестрелки должны были быть, ну, где-то, наверное, проходят 10 первых секунд, не больше. То есть там 30 секунд в ретейк, чтобы было. А этого времени не оказалось на руках. Медленновато получилось, да, соглашусь здесь. Не хватает денег у большинства игроков команды Саламандр. Это как раз основная проблема. Тактическая пауза для Альтернейты Атакс. Дальше иду, да. Не хватает Саламандром, соответственно, финансов с какими-то, может быть, пистолетами, либо под очень дешевые какие-то винтовки или что-нибудь типа того попробуют этот раунд сыграть. То бишь, может быть, Атаксы на троечку вернулись бы. Не обязательно, конечно, но допустим. Вот, и конкретно это даст, может, будет даже довольно близкий по счету. Типа тотал больше какой-нибудь. Я в этом не уверен, но вполне такое возможно. Так, ну тактическая пауза. Это все очень интересно. Саламандр, 60 секунд тактическая пауза. 60. То есть, в смысле, в два раза больше? В смысле, да. 60 секунд, ну, поговори. Интересно. Не, ну, здорово, здорово. Это прямо очень много, можно все успеть. Почему бы и нет. Может быть, так гораздо лучше для такого уровня команд, чтобы они действительно в мозгах все разложили, не торопясь, и чтобы эта пауза действительно им помогла. Профессионалам, как говорится, вот, Тир-1 нужно 30 секунд и все, а Тир-2, Тир-3 команда может быть явно тяжелее. Крейся забирает одного, забирает второго, атаксы резко вырываются на веб-плент, но кори не проходят, хотя все-таки проходят с потерями. Бомбы уже ставятся, два человека остаются у команды защиты, один из них уже погибает, и бедный Торзи последний. И так как он совапый, то это сейв для него почти что в любом случае, если он выживет вообще. В смысле, это попытка сейва для него. Что там у нас? Третий раунд за альтернит атакс. В этом раунде не могли потерять гораздо меньше игроков, если бы более качественный сплит на ББ оформили. Начали выходить по одному, один в окошечко заглянет, второй заглянет в окошечко, а без размена через выход в верхней Т-шке вы это, конечно, так легко не оформите. Окей, может быть, чуть-чуть погодя, договорятся альтерниты, но вот опять же, склонен к тому, что разгон таки будет, причем, напоминаем, да, матчап-то стартовый. Сегодня был тридцать, и они тоже сначала очень долго запрягали, но в конце концов победили. И тут история несколько похожая получается. Ну, сложновато пока, на самом деле, предположить, что будет дальше, в смысле, на всей карте. То есть четверку держим в уме за альтернит атаксами прямо сейчас, потому что денег нет, как видите. То есть под одну авапу, как бы, четыре успай, это немножко сложная история. На в-плэн тут резко бегут атаксы, под высоким справится, ой, под высоким прячется Бодита. Бодита, кстати, ничего, это может убить кого-то нормально. В нормальном затылок ты почесал вообще товарища. Все еще пять человек, и команда защиты, я напомню. А, вот, вот теперь уже моментально все погибают, ну, почти все погибают, и, соответственно, эта четверка, которая в уме для альтернит атаксов, она вот сейчас уже будет в реальности. Мир вид. Смотрит, опять же, за дефолтом. Ну, для альтернит все шикарно, в плане того, что ставится пачкой. И, наверное, особо бояться сейчас того, что самого Торзиса в АП не стоит, он сам будет стараться выживать в большей степени. Будем, будем смотреть за развитием событий. Да, будем следить, я здесь согласен. Так, четверка есть у команды АА. Торзи сохранит АВАПу на следующий раунд. Вот, дорогая винтовка для КТ-стороны, естественно, очень-очень важная, очень нужная. У команды альтернит атакс с одного потеряли. Четыре человека в идеале должны выживать, да, здесь? Да, четыре человека, соответственно, выживают здесь. Тоже приятное дополнение для экономики атаки. И постепенно расстреливаться начинают ребята. Шесть на семь Кресси играет, семь на пять Мирбит, пять на пять Штефан, пять на восемь Скранг, три на четыре Слакс. То есть, прямо постепенно все лучше и лучше и лучше и лучше. С Ламандром надо что-то с этим делать. Пока я вижу, что выход в лонг, Кори взрывает Стефана моментально. Быстрые выходы через длину не прокают, но зато моментальная ротация через шортсайт и выход на четверих Пу-да все еще альтернаитов не смущает. Я вас понял. То есть, три на лонгу вас изначально не смутили. Попадание по игроку под лонгом Скранг на миду отрезает перетяжку с базы Б непонятно как. Есть минус от Кулио с Гуся по Кресси. На парыче также Слакс выходит минусом по Кулио и моментальный четыре А он превращается в догонялки на шорту, что в общем-то дает очень нехилый нехилый нехорошо плацдарм получается да по пространству на планете. Скранг погибает от Будито Слакс Эмербит попытается защитить пакет насколько это возможно Слакс в почку получил его товарищ погиб и Слакс бедный последний отлетает отлетает бомба будет раздефюжена в ближайшее время без дефюзкитов команда Иса Ламандр то бишь шестой раунд должен быть как же долго она дефюзится боже просто шестой раунд за команду Иса Ламандр друзья есть денежка у Альтерна Татакс там опять же в четвером выживали это как раз был тот самый плюс дополнительный стратегически этот плюс их выводит в то что вот сейчас спокойно прям закупится давай с ним очень славно фуллбай от команды АА ну и попытка возможно сейчас поломать экономику защиты альтернейт реальные шансы снова вернуть себе превосходство по счету наверное но вот исходя из того что мы видим Саламандр не особо то изменяет себе изначально пытается отжать лонг а потом уже по минусу где-то находить вот сейчас есть минус того же самого торзи который поджал шортсайд то чего не хватало наверное против фэндпоинт но там и времени было прям совсем совсем да в меньшинстве команда альтерната такс в этом раунде уже 4 человека остаются гранаты есть девайсы все еще есть то есть в этом плане разыграть можно возможно и готовится сплит выхода на б потому что вижу по радару что может быть все именно так 2-2 да то есть такой отбаланс более-менее сплит почему бы нет может и закатиться на самом деле погибает защитник погибает второй изи б плент ну и все здесь снова нужно уходить на подсейв других выходов я пока не вижу почему-то потому что экономики нет и венгры в общем-то на это и согласны собственной персоной уходят ближе к банке где им будет проще всего сейвиться по-хорошему да конечно нету позиций нету то есть бплент чистый сейчас открыт был альтернаторами но балансный выход 2-2 прямо очень приятно типа и там больше чем один игрок и там больше чем один это означает то что защите необходимо смотреть все проходы все три со всех трех да но проблема-то в чем проблема в том что ты убираешь кого-то с дороги в одном из проходов и там потенциально кто-то еще а в то же самое время атакуются как бы с другой стороны и там потенциально один и плюс возможно кто-то еще и это вот как бы уже сложная история сломандра с этим как мы видим не справились это интересно потому что атаксы выходят на пятый бай какой-то от сломандров есть как я понимаю нет это сейф девайсы и товарищем не раскидали да на последние деньги хоть что-нибудь но решили отложить на будущее потому что если будет хороший вот стрик то ребята в общем-то смогут как-то подзакупиться в край с этим опять же довольно сложно да все так правда смотреть потому что тут осада в ланге причем конкретно и вот 3б это прямо вообще не к месту бадита падает в дефолте теряется первый опорник база 3б все еще никак не могут стянуться и кажется что даже дабл сейф может не стать какой-то избыточной мечтой кори скранка как-то внезапно забрал здесь то есть опять же напомню простите пистолетчик вообще это даже не тот человек который с девайсом на оплент ставится пакет уже тут забежали контртеррористы но у них наверное не совсем получится они здесь как утки и собственно как уток их здесь почти всех забрали но не совсем но на шестерке я вот вижу пасет слакс всю эту историю со снайперской винтовкой и дуэль снайперов здесь заканчивается победа слакс собственно потому что шестерку не прочекал турзи шестой раунд за команда альтернает атакс они сравняли я счет в равной степени собственно 6-6 повторюсь да это во-первых последние деньги бай от команды сломать это во-вторых и что-то вот уже альтернаеты постепенно возвращаются в игру кори вместе с бригадой закупаются о чем ты не спрашиваешь куда зачем они не раздропывались вот именно потому что сейчас принимать базовое придется и что за решение альтернаеты вы вы матчмейкин бегаете интересно без флешки берез потушенного молика на выходе просто летят и уносят меня и уносят меня звенящую даль орлы 2 погибло 2 опена для команды защиты моментальных просто реально почти за бесплатно кори немножко по хп просил разве что в принципе в этом раунде под кт интересная история от защитников не закрой да кт нибудь ну ладно хорошо вроде закроет а кривовато закрыли как я понимаю частично торти что-то видит ай-яй-яй это может очень плохо кончиться опять же если опс мод совпадает с тем что видит игрок ну невероятно да да совпадает он действительно видит перемещение оппонентов и соответственно все почти что погибают кроме слакса который бедный последний а вапа бы унести бы выжить вообще ужасные тактические решения атаки приносят седьмой раунд с ламандром на ровно а он неужели не слышал ты должны были же скоб слышать бамц они не бамц в смысле подождите скоб скоб же только что кори куда ты бежишь у тебя по духам прямо цик-цик-цик-цик вот эта вот история они не разговаривают вообще между собой ну это хороший вопрос бадита около мерседеса тактичного смотри на тебе на тебе о господи боже что это такое сейчас ой меня аж прям аж дернуло ой спрей ай-яй-яй он убил его конечно но прям прям аж задергал неприятно стало слушай у меня так обычно не бывает но никогда таких вещей практически не вижу фу ужас какой-то гадость просто гадость дальше дальше смотрим друзья саламандры семерку берут уже на стороне защиты и синий не получится альтернет атаксом теперь взять там есть присутствие кт минута 30 на барабане да лонг занят по контролю карты саламандры они чуть не уступают хотя где-то конечно пассивничают в миде но в остальном в остальном все вроде как складывается замечательно кулио посматривает за ребрами в миде вместе с тиммейтом на бусте альтернейты возвращаются к истокам выходя в лонг и картина картина приобретает свои краски так вот этот товарищ на шестерке от саламандров меня очень интересует под лонгом прыгает в яму окей на шестерке слишком открытые позиции это да кулио под свою флешку будет ли влетать или не будет за синим аж два человека не один ну и арон пытается справляться арон не получается справляться и четверка там отходит далеко в дефенс позиции на плент то есть ничего не получается надо подсадку срочно на плент кого-то пока не поздно саламандры кого-то должны обязательно подсаживать вроде да вроде подсаживает окей там 25 секунд а минуточку опять могут в узкие рамки времени попасть это правда это очень суровая правда же очень очень суровая и сейчас торги будет на шашлык собирать пошел а второй тогда это другой разговор хотя опять же кули справляется с крэйси бомба ставится за испанским закрывает кори все вот тут не доиграли хотя опять же чуть больше агрессии от снайпера в дефолте и халява бы пришла 7-7 очень равная первая половина причем местами раунды ну как раз вот странные о которых я говорил то есть когда вы не тренируете сотнями сотен карта то бывают очень странные вещи с вами происходят а так как здесь такие две команды а не одна то происходит с обоих сторон и поэтому равная половина арон врывает в стройку не получается хотя я думал сейчас убьет кого-то вообще ничего не получается ясно-понятно восьмый раунд зальтонит атак скорее всего наверное 5 в 2 на первых 10 секунд их вообще бодито погибает бодито и куле остается последний дам куле с ложкой в руках откидка на решение с выходом с фармгана против калашана до такой дистанции халяву ловить о нормально кстати поймал интересно чего ну ладно нет у нас тройная строй двоих убил ну то есть реально большое расстояние для mp9 я соглашусь с тобой так 7 на 9 штефан 7 на 11 арон в этой карте он хотя бы стреляет в отличие от прошлой когда вообще вообще-вообще-вообще не стрелялось что-то там 1.13 фрагстат по-моему был буквально только что буквально только что полчаса тому назад ну 40 минут тому назад вторая пистолеточка прямо сейчас прямо здесь прям не знаю интересный даст местами ну реально необычный но интересный кто пистики заберет бог его знает так поджим аплента в защите то есть агрессивный играет защита на апленте телепорты на радаре интересные получились б-плент в полупассивном режиме мидл просматривается альтернетами тоже то есть вроде везде все закрывают кроме ашарта разве что так ну и минута 30 Стефан 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 на плато Стефан тут сейчас будет просматривать как раз таки выход из тэшки ну и прокидка гранат стреляй не хочу ай-ай-ай-ай-ай-ай и всем по ногам горит зато флаг забирает кулю Стефан закрывает Арон сожгли Стефана А не важно, а не важно почему А потому что флешки Кто-то позабыл Жень Это еще баннера Да, можно тыкнуть Я с тобой полностью согласен, во-первых, я и хотел Во-вторых, я просто что-то Задумался насчет этой пистолетки Друзья, обращайте внимание На баннер от наших коллег от Parimatch Опять же, кликайте на него, чтобы узнать Условия, что там за 100% бонусы К депозиту, что такое вкусненькое Если интересно, интересуйтесь Переходите, смотрите Есть у меня предположение Что на этой половине может быть Атакующим теперь сломаном Будет сложно, потому что Если на защите вы можете сидеть на своих позициях Как мыши И ждать того, что Противник вам синициирует И вот такие, так, противник здесь Я стою туда, смотрю сюда, стреляю сюда То на атаке надо коммуницировать друг с другом То есть надо типа Пойти, флешки кидать Пацаны, кидай флешку, отвернитесь, пожалуйста Влетать Пацаны, давайте фокус фаер по дальнику Фокус фаер по окну Фокус фаер под высокий, например Ну если под веплен, да Типа того Так вот Мы с Анишей уже видели То, что у Саламандра с этим бывает проблема Они бывают иногда не разговаривают вообще В смысле реально Видимо А может быть просто снимают наушники И говорят Да мы их и Да И так, короче говоря, сможем Да, допустим Вот Ну, короче говоря В атаке Если проблемы вот такие существуют У команды Саламандра В атаке им будет явно тяжелее Ну и погнали смотреть Бадильта С бригадой отправляются в Вандер В Лобертону А там А там Мирбит первый пошел Мирбит дабл пошел Мирбит третий пошел И Товарищ Кресси, к сожалению, вышел Но М-ку подарил тиммейту И так сойдет Окей 7-10 7-10 пока что 7-10 Пока что Есть бай от команды Саламандр Этот раунд для них довольно важен Опять же, либо смена темпа То бишь они Ломают темпы И берут раунд И, соответственно, мы смотрим как-то это по-другому Господи, неостановимый Здесь прыжковый двигатель какой-то от скранка Ну, вообще-то остановимый Вообще-то, кстати, два А, стоять Два человека живых Просто один третий там еле живой слакс А у альтернетов остался Не очень приятно получилось Ну и что, для Крэси с ребятами Остается Ну, вообще Похоже, что доигрались Слишком быстро умирают Ведь минута 20 только лишь на табло А уже ситуация Это неприятная У какая неприятная А с лакомичным скаутом То это вообще бан получается Ну-ка, последний Ну-ка, ну-ка, ну-ка Что? Нормально все А, окей Он там с другой стороны закрыл Я понял Окей, окей Там был труп Окей, окей, окей Крэси последний Один в два Вопрос будет ли он Ну, время слишком надо терять Не-е-е Не, не будет Восьмой раунд закомандовать с ламандр, друзья Здесь калаш Крэси унесет Близкий даст, получается Интересно, будет ли 26,5 или нет Это будет? Тут, потому что По таким вот розыгрышам Кому-то придется поставить Одну тактическую паузу, наверное, да? Говорят, можно брать тактические паузы Жень, ты как думаешь вообще? Оказывается Никто Никто не против Вообще-то Я не против Берите, пожалуйста Делайте красивые раунды Не проблема Пока Где-то 25-35% Плюс-минус на скидку Того, что я вижу Это то, о чем я говорил До начала карты То есть раунды Абсолютно совершенно безумные Абсолютно странного Как бы качества Не Неанализируемого То есть безумные ситуации Которых обычно Не должно быть Но при этом Они вот Грубо говоря Встречаются Раскакивают Да-да-да-да Здесь, потому что Ни одна команда Ни вторая Не знает всего О карте ДАС-2 И таймингах Карты ДАС-2 Торзи вместе с товарищами Синий заняли Отлетели от Крэйси Свой убил Как я понимаю Своего Да-да Я прям вот Видел то, что он Видит своего Такой На тебе в спину Ненавижу тебя Но потому что Это так сейчас выглядело Я даже не шучу Вы сами это видели Только что Я не совсем понял То есть И это опять он По своему По своему чуваку В спину стылял Ну то есть Тогда на КТ Он убил своего И сейчас Нонгу убил своего Я понимаю Что когда ты видишь Противника И перед тобой Твой товарищ Такой Ой как неудобно Вижу цель Не вижу препятствия Да-да-да То есть как-то За Вот над левым ухом Там как-нибудь Почекать Штефан кстати Убьет сейчас кого-нибудь Я думаю Первого забирает Второго Не забирает Куда Куда Просто Ну вот Опять же Если бы здесь стоял Мейн снайпер Наверное бы Такого не произошло Но Еще и Скрук открывается Я не понимаю Что происходит Почему они так играют Что это Страха Точка Нет Абсолютно Страх отсутствия Кури последний На дальнике То есть позиция Ее выкуривают Да нет страха Ну где Его выкуривают Оттуда вообще Даже Просто Я не знаю Жень Ну А ведь у нас Еще дальше Два Было Два Было Три Хотел сказать Три 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 Быводин Еще Да Это только Третья То есть половина Игрового дня Мы постепенно Вот проходим Как бы к завершению Она длится Да 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 Вот оно Действительно Мы где-то там Опять же Довольно интересный раунд На самом деле То есть сначала Сначала Саламандра Торси Конкретно Да Ошибается Убивая Своего Прям тупо В спину Вообще Не парись Абсолютно Потом У них Получается Как будто Бы даже Практически Взять раунд Потом У них Опять Не получается Потому что Собственно Альтернейты Как бы Переворачивают Опять То есть Это вот Такая Волчок Переворач И он Постоянно Вертится Крутится И вообще Ни черта Непонятно У кого Преимущество До какого Момента Это преимущество Потому что 15 секунд У одной команды Потом все Летит просто Тупо В трубу Вторая Не знаю Вторая Сразу Раунд Забирает И так далее То есть Ребята Не умеют Посадка на шарте И сейчас Пять просто Тел на них Уйдет И это Будет Просто Пушка Одного Забрали Главное Отойти Грамотно Делал Второго Забрали С другой стороны Уже Понимаешь Вот То самое Чувство Катай Катай Сделал Оупен И вот Опять же По-хорошему Стефан должен быть По-хорошему То что он Сделал этот Минус Окей Снайперов Соперника Просто уснул Там на радар Засмотрелся Все что угодно Но по-хорошему Штефан должен был Оставлять 4 в 4 Ситуацию И моментальная Ротация Подбай Но нет Саламандр Не могут Сделать Этого Размена И за счет Чего Ошибки Альтернейт Сходят На нет Такого Быть Не должно Ну это Правда Кстати говоря Это действительно Правда Позволяет Здесь Оппоненты Работать Соответственно Команде Слак Забирает Одного Криси Забирает Второго Будит То Огрызается Будит То Будет Погибать На гитрайте Погибает В итоге Будит То 12 8 Впереди Команда Мы предполагали Что Альтернейты Наверное Наверное Так и будут Постепенно Выходить вперед И даже побеждать Этих Саламандров На этой карте Потому что Ну потому что Мы только что Саламандров видели Я предположил Что у Саламандров Может быть Что-то интересное Потому что Ни одна команда Ни вторая Нормально Даст Не катает В официалках У них действительно Например 8 раундов Сейчас Это явно Больше чем В прошлый раз Они еще Тактическую пазу ставят Это явно Больше чем В прошлый раз Но в целом Альтернейты Наверное Вот на Опыте Коллектива Даже на Незнакомой Карте Ну в кавычках Незнакомой Да Не оттонированной Карте Что-то показывают Ну терпимо В принципе Терпимо 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 Еще одна Тактическая Причем Я посмотрю Просто В чатик Саламандров Ноберу Тактическую Есть вероятно Что у команд В рамках Этого турнира Есть две Тактические Паузы Паузы По минуте То что Обычные Четыре Паузы По тридцать А могут Сделать Типа Две По минуте Но посмотрим Может быть Их реально Будет Четыре По минуте И тогда Вообще Кайф То есть Там За четыре Минуты За весь Матч Можно Наговориться Ух В целом Да Главное Использовать Тэшечку Верхнюю Занимает Ребет Из команды Саламандр Через Тэшечку Проходит На Б Уже Побежали Апсервер Покажи Пожалуйста Апсервер Ну Немножко Поздновато Ну Ладно Хорошо Забирай Первого Забирай Второго Аля Бэплэн Это Классическая История Когда бы База Просто В два Опорника Проигрывают Выход Банальнейший Наверное Ну Вероятно Да Из-за того Что мы Не видели Апсервер Возможно Саламандр Сделали Все Правильно Выкинули Флешки Зашли По Хорошему Таймингам Но Этого Не было Альтернаит Несколько Б раз Альтернаит Не выходили Напрямую Просто В лоб На Б Это Все Было Очень Скромно Интересно Да Господи Боже Удаляет С карты Команду Саламандр Времени Разве Что Не хватило У атаксов Экзит Фраги На минус 3 Денег Простите Меня 4000 У ребят Местами 3500 То бишь Вы понимаете Что это Такое Если что Нижний порог Закупа Террориста Тип 3700 2700 Плюс 1000 Это Второй Армор Тоже Неплохо Это Галилайар Сармор Ну Около Того Да Можно 3000 Это Нижний Ладно Допустим Допустим Хорошо Окей Пусть будет Так Я имею Что-то Комфортное Я не Галил С обратным Спреем Неудобный Ну ладно Допустим Хорошо Убедил Для кого-то Галилаймба Я Отговорю Фамас Это Лучшее Оружие В игре А мне Никто Не верит Представляешь Интересный Аргумент А еще Крыги Только Позавчера Узнал Что Дверь Можно открывать На себя Зажав Еще Одну Кнопку Окей Ты тоже Об этом Не знал Что Дверь Можно Открыть На себя Подожди Дай мне Сначала Вспомнить Но Возможно Не знал Ладно Или Возможно Не использовал Ладно Скрунг Скрунг На базе Б Принимает Выход Сейчас Под смоком Просто Пять Трупов Может Отказаться С 90 Раз Два Три Что так Сразу Не игралось Кулево Последний Остается 13 За альтернет Ими Наверное Будет Очень Близко Наверное Будет Очень Близко И Наш Шорт Кулево Что-то Там Пытается Найти Непонятно Зачем Если Бомба Вообще В другом Месте Под Б Лежит Пукет Не вспомнил Какая Кнопка Скорее Всего Значит Не знал То есть Скорее Всего Значит Наверное Не использовал Сам Вот Так Вот 13 9 13 9 А Какая Кнопка Ну Понимаешь Вот Что В прошлый Раз Я Разговаривал На Эту Тему С Человеком Что С Тобой Я Точно Не помню Какая Ну Вроде Бо Шифт Ей Шифт Типа В момент Открытия Одновременно Да Что она На тебя Открывается Не Я бы Скорее Всего Так Никогда Бо Не Нажал Отдельно В смысле Это Что-то Как-то Странное Сочетание Ну Если Такое То Странное Сочетание Вместе Не Нажал Я Как Мы На Кэше Открывали Дверь Для Подсадки Нажал Я Я Я Понял Я Понял Кресси Об этом Попозже Потому что Тут Что-то С пистолетами Слушали Двух Ну 14 Время На самом деле Напомнить о баннере Друзья Вам От наших коллег Из Парим Матч Можете получить Бонус К депозиту Стопроцентный Вся информация Собственно По баннеру Ниже Трансляции Веб-версия Это Самый Левый Верхний Баннер Самый Самый Яркий В основном Потому что Париматч Черно-желто-золотой Такой Вариант Оформления Довольно Довольно Яркий Совпадение Не думаю Кто сказал Нави Что вообще Происходит В этой жизни Байраунд Для команды Сломандер Довольно Важный Интересный Молик в банку Который Опять же Могла спасти Жизнь Слакс Но теперь он умрет Он просто умрет И второго тима Это также Могут терять А все потому Что Моликом Не попал То есть Какие-то банальные Вещи Это отсутствует Это как я вчера Перед сном Дошел Нашим старым Товарищем Дядя Толи Анатолий Лид Сразу Потом момент Когда надо Знать Любые гранаты В любой ситуации Чтобы можно было Всегда подстроиться Уникальные траектории Гранат С боками Фишечными Еще что-то Ну это не про интернет Похоже Что лучше Сделать Конечно Сейв Но Крэйси Не настроен На сейв Видимо Ну Десятый Будет За командой Саламандр Тут Больше 26.5 Может быть Пробьется На этой карте То есть Здесь Даст Действительно Отличается От Прошлого Даста Команды Саламандр Здесь Они Правда Дают Бой А так Само У них Явно Не все Получается Но Как видите Шансов Здесь Конкретно Явно Больше Чем 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 Раньше Не могу Про кнопку Найти Еще Вот Вот Типа Хоткей Не Я тебе Верю Потому что Ну почему бы и нет Но Типа Не могу Найти Чтобы Вот Было Механически Два разных Нажатия На разное Открывание Двери Типа Вот Вообще Первый раз Слышу Хотя Пытался Вспомнить Я такой Помню Или нет Но Понял Что Действительно Не помню И даже Действительно Не знаю Если Такое Существует К своему Стыду Потому что Я дико Люблю Механику В Контр Стайке Я прямо В пушках Люблю Копаться Спрей Паттерны Вот это Всем все Объяснять В чате На меня За это Ругаются Иногда Говорят Спасибо Что Объяснил В общем Я люблю И вот Если Это Пропустил Это Конечно Стыдоба Если Такое Существует 5 на 5 Пока Что Саламандер Альтернета Такс В этом Раунде Уже Это У нас 25 Раунд На карте Дайдас 2 Баст Фон Серия Напомню Друзья Это Открывающие Матчи Бласт Райзинг Соответственно До сих пор Никто не погиб То есть Ранние тайминги Прошли Мы В середину Раунда Уже уходим В середине Раунда Пока Никто Не погиб Никуда Не выходит Саламандра И вообще Никуда Ну и Саламандра Попадание По Кулю Стефан Пошел Он Казалось бы Принимает Бабазу Но нет Скрунка Не хватило На Эмит И на Верхнюю Тошку Соответственно Хотя Опять же Чуть более Аккуратно Разобрать По позиционам Фильтернеты Бо не встретились С этим Семь В очередной Раз Вот И снова Сейв Нет Я кстати Нашел видос Как они Благодаря Гранате Это делали Ну я Прям точно Помню Что дверь Можно было Открыть На себя Не только Заблокировать Я помню Вот как-то Можно Чтобы она Как будто бы Развернулась Это да В смысле Это реально Работает Граната На другой Стране Мешает Дверь Открыться Наружу Поэтому Открывается На себя Есть еще Вариант Не только С гранатой Это делать А с бомбой Вот эту Вот эту Фичу Например Я знаю Ты реально Тупо Валишь Интересно То есть Даст Более Интересный Получается Чем Тот Который Был В прошлом Матчапе У нас На последние Деньги Боя От Альтернаит Атакс Это довольно Здесь важное Замечание Потому что Если они Зацепятся 15-й Возьмут Может быть Сразу 16-й Возьмут Если Сейчас Этот раунд Атакс Не получится Амербит Спасает Свою Жизнь Если Не получится То Саламадры Могут вернуться На относительно Равный Счет И Может быть Побороться За победу Здесь Хорошая Хайевмид После Опена Для Альтернаит Конечно Ситуация Немножечко Так сказать Расслабляется Остывает Накал Страстей Но Благодаря Минути Времени Стяжка Через Лонг Подобные Раунды Мы уже Видели От Венгров И Как правило Заканчивались Они Полным Фиаско В общем То Тут От Того Как С ямы Сыграет Человечек А человечек В яме Кривую Хлешку Накидывает И В итоге Вскрывая Флеш Ему Жизни Не дарит К сожалению Потому что Тут Четыре Соперника Его Сейчас Будут Жарить Конкретно Отжарит Наверное Прям Вот Он В соло 20 секунд Времени В соло Вот так Вот В большинстве Пока что Атаксы Может Погибнуть Здесь Игрок Погибают Все-таки Слакс Его Нашли На Погибнуть Второй Игрок Прыгает Вниз На КТ Это Получается Что Моментально Супер Неприятные Позиции У защиты Под Аплент То есть Они пытаются Как раз Залезать У них Не получается Это делать И Штефан Бедный Последний И Опять же Позиции Нету Технически То есть Вот С Такого С Такой Позиции Почти Нереально Всех Здесь Перестрелять Одного Да Двоих Да С одной Сейчас Снайпер В дефолте Да Сделал Один Фрак Под Конец Я Вот Понять Не могу То есть Когда У вас Есть Опен И вам Не стоит Лезть На Оппонента С риском В мид К примеру Да Это Преставаться С Стефаном Они Лезут А то Есть Когда Пассивничать Нельзя Будучи Снайпером И ты Прекрасно Знаешь Что Тебя Сланга Видно Лучше Слакс Пассивничает Где Сложный вопрос В целом Потому что Согласен С тобой Нужно Искать Баланс Когда Тебе Нужно Агрессивничать И Когда Быть Аккуратным Это Правда Бадита Даблкил Кресси Бадита Ответил Но Террорист Разменялся Очень Хорошо Для Своей Стороны Номер Бит Сравнивает Счет По Живой Силе Три На Три Да Кстати А Действительно Открыт Только Что Я успел Посмотреть И Это Означает Что Возможные Тринадцатые Команды Саламандр То есть Это Не Просто Даст Два Прямо Близкий А Мы Уже Двадцать Семь И Пять Пробили Сейчас Будет Двадцать Восемь Короче Прямо Плотно Плотно Дело К допам Правильно Ну Реально Близко К этому Да Тут Очень Плотная Концовка До сих Пор Непонятно Я буду Очень Дико Смеяться Если Саламандр То бишь Венгры Выиграют Эту Встречу Почему Потому что Примерно Такая Же История Это Опять Же Я вам Рассказываю Кулс Туребаб Ис Свою Жизнь Примерно Такая Же История Тогда И Сложилась Куда Я На Венграх Взлетел До Небес Там Была История Когда Они Проигрывают Одну Карту Вхламину Спадается На Хорошего Среднячка Как у нас Интернете Сложно И Выигрывают Что-то По-моему Из Разряда На Третьих Допах А это Были МР5 Допы Там Раундов Ножны То есть Почему Раундов Раундов Потому что Там Они Проигрывали Перестрелки Не только Потому что Таймер Зорвался На Полсекунды До Нужного Времени Да Да Это Конечно Я не удивлюсь Если здесь будет тройная пачка доков И будет то же самое Не удивлюсь Ну посмотрим Пока Майн тайм Пока смотрим дальше На ранних таймингах В раунде номер 28 Уже никто В смысле Уже Еще никто Не погиб На Почти Последние деньги Местами Частичного Альтернэйтов Бай Какие-то финансы Абсолютно точно есть У команды Саламандер То бишь У атаки Атака будет этим пользоваться Если проиграет Этот раунд То есть Все равно Ответ На возможный Шестнадцатый Альтернэйтом Будет от команды Саламандер То есть Они так просто Не сдадутся Здесь Про человека Ашарта Ашарт Занят Террористами Верхняя темка Занята Террористами Коробка Занята Террористами Под синим Есть игрок Вот этот Интересный Забирает Снайпера Тупо в лицо Прислал Пытался Забрать Второго Второго Не получил А ясно Понятно Лог Полностью Умер Вообще Ну и Ситуация Четыре В два Абсолютно Нереализуемая Ситуация Превращается В три В два После Ненасад Мирбита Который Опять же Находился В проигрышной Позиции Он С Абонентом Ну и Сейв Девайсов Экономика Летит К черту 14 14 Тем временем Ну да Да Я все Потому что Ну Как бы Кто не Хотел Но Венгры Очень близки К тому Чтобы выйти Первым На допы Или В мейнтайме Победить Например Ну Победить В мейнтайме Никто Не исключает Но По тенденции Немцы Должны Хоть один Траунд Забрать Из последних То есть Если не сейчас То потом Ну Наверное Че-то я не знаю Если честно Че-то я не знаю Но давайте смотреть Дальше Интересные раунды В конце Действительно Получается Эншпилькарта А у нас Борьба такая Не на жизнь А на смерть Блин Так Бай Есть У команды Альтернаита Такс Какие-то Деньги Копейки Там Какие-то Частично Остаются Плетки Полетели От Саламандров Уже То есть Видимо Реально Лишний Финанс Уклюз Денадцать Пойных Тысяч Ничего Не получилось Со снайперскими Ментов Ками Вначале Никто Не пострадал Команд Альтернаит Ну Типа Не пострадала Не пострадала Меняют Нормальные Нормальные Девайсы Саламандры Буду Дальше Продолжать Арон В скобочках Стефан Перебус Как Истрали Да Сидит На Калибе У нас Не только Радар Лагает Ну и таймер Видимо Тяжело Ну и Пролетает Смог На выход Также Стыкует Б флэш Ну вот Кстати Из Забавных Моментов Повелись Жж Эндпоинт На фейк Через лог Было такое Было бы Интересно Посмотреть Повелись Были Альтернаит И уже Хотя бы На основе Этого Сделать Да Худ Умирает Чё-то Весь Радар Умирает И таймер Умирает Сам вижу Будем надеяться Что остальное Будет относительно жить Как говорится Худ живи Пожалуйста Тут возможно Не очень Куда Опорник Бет Не очень долго Осталось Последний Опорник Остается Нужна какая-то Помощь На Б Сейчас будет Рад Сламандра Видимо На Б Плэнт Как я понимаю А при этом Коробка Выходит Еще Ооо Коробка Ладно Погибай Там коробка На Б Побежали Не чекают Штефана Штефан Первого Второго Забирает Здрасте Приехали Бомба Падает Молик На Бомбу Вылетает В этот Молик Кулио Забирает Сутип Оппонента Лол Окей Под дверь Молик В итоге Залетает Мирбит Соответственно На Дефолт Под Кулио Кулио Должен ставить И погибать Скорее всего Сгорает Этот господин Остается Торзи Последний Один Пикает На Дорс Но опять же Никого здесь Нет Понимает Что может быть Чайка СТ Ворота Ворота Кручу Верчу Кресси Обмануть Кого-то Хочу Попадает Под Торси Торси Отмирает 15-14 Ну как минимум Допы Да Слушай Здесь Вот сейчас К допам Близкий Альтернатор Реально Берут этот Раунд Слушайте Ну я Прям Не знаю Так Бай Ну конечно Есть 16 тысяч Кулио Ну 15-600 Если что Скинет Вообще Всем просто Все скинет Так что Все в порядке Последний Раунд Мейнтайм И ставить Пауза Это команда Сламандра Они сейчас Будут общаться Для того Чтобы Точно Прямо Дотерпеть До дополнительных И там уж Как-нибудь Что-нибудь Попытаться Сделать Альтернаиты От На самом деле Действительно Хорошей Рабочей Идеи Могут Отлететь Но Как бы Необязательно Эта идея Будет Хорошей Рабочей Необязательно С реализацией Получится Вообще Ну и 20 20 20 20 Что Ну я вижу 25 секунд На таймере Мне кажется Что Все таки Этот таймер Отображает Реальность Тактических Пауз И все таки Неминутные У нас Разговорчики Вставил Наверное Но Касательно Отыгрыша В целом Два века ЗКТ Дофуза Кстати Входу Появились Внезапно Внезапно Так подожди А да 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 Слушай Подожди Да А на трени Не было Здесь есть Вот так То есть То нет Да Слушай Реально Появились А куда Делись А как Это Как это Работает А как Это Магия Называется Не Хобарт Интересно Просто Не Завезли О Это Заявка На Доп Сейчас Торзи На Миду Насквозь Забирает С лакса С кранка С лепленой Там был еще О Это заявка Заявка На что Жень Ты уже Подерись Давай Пожалуйста На Раунд Для команды С ламандр И соответственно Допчики Ну-ка Миддл 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 Покажите На Миддл Подожди Подожди Кресси 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 Оп Здорово Здорово Братан А там Миддл Еще Миддл Выходит И сейчас Может На проходке Кто-то Чет Кого-то Забрать В итоге По живой силе Разменялись Не погибли Здесь Альтернаита Так Сразу Сразу Полностью Поменяли Позиции И ушли Назад Скрунг Чекает Верхнюю Тэшку В салу Опорником Б Будучи На Миду Номер Ноль Мирбит Плюс Также Саппорт Вице Стефана А выход Под Б А выход Под Б Есть Пробитие От Скрунг Падает Бодита Только Не говорите Мне Что На 50 секунде Вы Вернетесь Назад И будете Стоять Дальше Что Верхняя Темка Стоит Верхняя Темка Что-то Молик В смог Прилетел Естественно Не разгорелся Естественно Потушился Моментально Окей Бывает Верхняя Темка Побежала Верхняя Темка На Тэшечку Скран Первый Забирает Штефан Пытается Второго Забрать Второго Забрать Не получается Торзис Кулева Остается Вдвоем Флешки Топовые 10 команд Альтернета Атакс Акулева Последний Погибает Моментально На стороне Команды Альтернета Атакс Друзья Моинтайм Мы посмотрели Но Мы посмотрели Допчиков Не было Нема Нема Допчиков Мне кстати Говорят С тобой Видели Женя Солнце Зашло И что-то Я По-моему Довольно Темный Спасибо